Продолжение следует... Да, действительно, я выступаю здесь уже второй раз. Просмотрел я видеозапись с прошлого раза, и люди очень много обращали внимания на то, как я был одет. Поэтому я немножко сменил стиль своей одежды в траурном виде. Сегодня мы будем хоронить человека таким, как мы его знаем. Итак, тема, которой я и мои коллеги, эволюционные психологи и этологи, занимаются достаточно давно. Проблема сознания. Проблема определения сознания и наличия сознания у животных. Как раз-таки начнем с определения. Наверное, это самая сложная тема и самый сложный термин, который применяется и в философии, и в психологии. Поэтому мы немножко сузим рамки рассмотрения этого феномена. Ну, потому что, как минимум, в философии сознание понимается фактически как синоним психики, как субъективное, как квалитативное состояние любого организма, обладающего этой самой субъективностью. И мы рассматриваем сознание не в этом смысле слова. Альтернативный вариант – это клиническое понимание сознания, когда мы говорим о том, что человек находится в сознании. Это некоторый оптимальный уровень функционирования всех психофизиологических процессов нашего организма. Но это тоже то, что нас не интересует, потому что в таком смысле можно сказать, что и человек находится в сознании, и кролик находится в сознании, и таракан находится в сознании. Мы рассматриваем сознание в эволюционно-психологическом смысле этого слова. И в данном случае я опираюсь на классиков отечественной психологии, а именно на вот этого человека – Алексея Николаевича Леонтьева. Психологи, слушающие меня, наверняка знают этого человека, он уже оскомину набил. Алексей Николаевич Леонтьев знаменит тем, что он предложил уникальную, единственную во всем мире периодизацию процесса эволюции психики животных. Нигде больше в мире такой нет. Ну, этим можно гордиться, а можно признать, что просто никто в мире такую не создавал, потому что она вообще никому не нужна была за рубежом, кроме как в Советском Союзе. Наша страна всегда славилась созданием таких глобальных масштабных концепций. И вот в этой своей периодизации Леонтьев выделил четыре стадии эволюции психики. Элементарную, сенсорную, перцептивную, интеллектуальную и последнюю стадию сознания. И на стадию сознания он поместил только человека. Вы чувствуете, насколько мы считаем себя важными и значимыми? Насколько свою психику мы считаем необычной и инаковой по отношению ко всем остальным животным? И сегодня мы с вами ответим на вопрос, достойны ли мы того, чтобы располагать целые отдельные стадии и утверждать, что форма организации нашей психики настолько необычна и отлична от всех остальных. Здесь на слайде вы видите классическое определение сознания, которым я в данном случае буду пользоваться как рабочим. Сознание – это такое отражение действительности, в котором выделяются объективные устойчивые свойства этой действительности вне зависимости от отношения к ней самого субъекта. Понятие отражения не самое лучшее, надо честно сказать, но чтобы не вводить путаницы, я буду использовать эту категорию. Вдумайтесь в эту дефиницию, и вы сможете обнаружить, что это определение содержит в себе некоторую парадоксальность. И если мы учитываем тот факт, что психика – это субъективная репрезентация реальности, субъективная, индивидуализированная только ваша, и в этом смысле искаженная, тогда получается, что сознание – это очень интересная вещь. Сознание – это все-таки психика. Сознание – это субъективная репрезентация реальности, но объективная. И субъективная и объективная одновременно. Как такое может быть? Это действительно может показаться странно. И для того, чтобы разобраться с этим пониманием, нужно четко определить, что такое субъективность для Леонтьева. Леонтьев определял субъективность не в философском смысле этого слова, не как вещь в себе, не как то, что существует независимо от нас, а совершенно иначе. Во всяком случае, из большинства взглядов и философских, и психологических, мы с вами можем сказать, что сознание является механизмом психической регуляции и совместной деятельности ряда субъектов. И проще всего понять, как это обычно делают сравнительные психологи, путем сопоставления сознания с другими механизмами организации совместной деятельности. Сейчас я приведу точку зрения, которая является классической для психологии, а возможно потом несколько пересмотрю и оспорю ее. Первый вариант. Самый простой. Когда животные осуществляют эгоистическую или эгоцентрическую, если угодно так сказать, регуляцию деятельности. В данном случае видно, что каждая особь, что называется, не мой кликер, нет указки, а вот указка такая. Вам вообще что-нибудь видно? Я сам едва вижу. Ну уж извините. Каждая особь осуществляет определенную деятельность, состоящую из совокупности действий. Ну, например, волки охотятся на несчастного лосика. Хотят его убить, хотят его поймать. И эта деятельность выглядит как слаженная, организованная и совместная. Как будто бы они охотятся за гоном. И часть особей гонит животное от себя, а другие движутся ему наперерез. Они в капкан его загоняют. И когда ты смотришь на этот процесс, то кажется, будто бы они договорились. У них есть кооперация, у них есть совместный план. Но как показывают классические, во всяком случае, исследования, каждый волк действует эгоистически и эгоцентрически. За счет инстинктивного механизма есть возможность организации их совместной деятельности. Именно самоорганизации, когда нет какого-то руководящего звена. Каждый работает автономно. Это означает, что я, конечно, учитываю, что справа и слева от меня бежит другая особи, что он мне не враг. Но я, грубо говоря, не планирую и не учитываю его как элемент своей деятельности, как фактор, который в данном случае мне необходим. Каждый действует автономно, но за счет того, что все они имеют одну общую цель, они достигают ее. Точно так же, например, охотятся и шимпанзе на одну и ту же обезьяну, слабое звено. И все вместе накидываются на нее, и рано или поздно кому-то эта обезьяна попадается. Но это не слаженные действия, это несовместная организация труда. Другой вариант. Ситуация, которую мы можем встретить у очень многих так называемых эосоциальных животных, типа насекомых термитов, пчел и муравьев. Когда мы имеем сложную деятельность, при том, что конечный результат, мотив деятельности неизвестен никому, никто его себе не представляет. Конечный мотив – это слаженная работа, например, целого улья или муравейника. Но можно ли сказать, что каждый муравей представляет себе смысл своей деятельности? Можно ли сказать, что пчела делает это? Ну, например, представьте себе, если бы действительно у пчелы было сознание, то ее деятельность бы выглядела так. Она строит соты и воображает себе. Вот если я сделаю соты хорошей формы, тогда маточке будет удобно отложить туда личинки, и, соответственно, у нас появится прекрасное новое поколение. Ах, какая я молодец! Или трутень думает, пусть меня вышвырнут из улья, и я умру после спаривания с маткой, да зато у меня будет прекрасный момент жизни, пусть последний, но зато я сделаю свой вклад в будущее. Я, конечно, не знаю, как думает пчела, термит или муравей, но исследования показывают, что несколько иначе. Каждая особь отражает, субъективно представляет себе только отдельно взятое свое действие. Это очень хорошо можно изучить, если обособить пчелу или муравья от всего улья или муравейника или термитника. Все равно эти животные будут осуществлять свою деятельность, а связь между промежуточными результатами налажена инстинктивно. То есть фактически они целиком все свою совместную деятельность не представляют. Другой, совершенно иной вариант, это сознательная деятельность человека. Насколько я мог, я изобразил это схематически. Очень похоже на предыдущий слайд, но в данном случае обратите внимание. Каждый индивид, который осуществляет какую-либо деятельность, он представляет себе не только свое действие, хотя выполняет лишь его, но также и действие других субъектов и связь между ними и общий конечный мотив. Это совместная деятельность по типу конвейерного производства, которое мы можем встретить. Например, когда мы изготавливаем автомобиль, и я клепаю маленькую шестеренку, но я хорошо понимаю, как эта шестеренка будет работать в конечном механизме. Как мой промежуточный результат соотносится с результатами других особей. В данном случае Леонтьев предполагал, что толчком для развития и формирования сознания является совместная охота. Пример такого варианта, когда мы охотимся тоже путем загона добычи. Один участник вырывает яму, другой маскирует эту яму, и третий гонит туда, к этой яме, ну, например, какую-нибудь зебру. Она падает, и результат достигнут. Но я, индивид первый, например, являюсь крупным специалистом по вырыванию ям. Больше ничего я не умею. И я должен хорошо понять, как мое промежуточное действие соотносится с действиями других субъектов. Я должен учитывать, что другой мой коллега также знает, где я рою эту яму. Я знаю, что мы охотимся, например, на зебру, а не на слона, потому что если он пригонит слона, то результат не будет достигнут. Соответственно, я должен учитывать как свое восприятие мира, так и восприятие мира своего коллеги, второго, третьего, сколько бы участников ни было. И важно вот что. Когда я понимаю эту связь, я открываю для себя соотношение своего промежуточного результата с конечным мотивом. Я открываю для себя смысл деятельности. Категория смысла в психологии очень сложная. Я не буду сейчас копаться, потому что это ведет нас далеко. Но в этом отношении психологически можно сказать, что у животных нет понятия смысла и проблемы поиска смысла. У них в основном все детерминировано инстинктивно. Им нет необходимости отвечать для себя на вопрос «Зачем?». Это все уже четко определено, и эта проблема чисто человеческая. Таким образом, сознание необходимо мне для того, чтобы воспринимать мир не только с позиции самого себя, но и с позиции моих коллег. Вот что имеется в виду под объективностью. Теперь отдельный вопрос. Как это оказывается достижимо? Мой любимый пример. Как я могу знать, что эта звезда объективно синего цвета? У вас тут достаточно много людей сидит, полный зал. Я могу спросить, какого цвета звезда? И, предположим, вы все мне ответите, что она, ну, например, оранжевая. И я, как человек, обладающий сознанием, должен сделать для себя какой вывод? Ну, тут несколько, на самом деле, вариантов. Первый вариант. Я ошибаюсь, вы правы. Ну, у меня что-то не так с световосприятием, но, в конце концов, дальтоник я. Второй вариант. Я нормальный, здоровый, вы все больны и неправы. Третий вариант. На самом деле звезда синяя. Но вы хотите меня ввести в заблуждение. Вы вступили в сговор против меня. Уж зачем это отдельный вопрос? Так рождаются теории заговора. Какой из этих вариантов наиболее вероятен? Ну, понятно, что первый. И вы мне говорите, она оранжевая. Я смотрю и говорю, да, она оранжевая. Вспоминайте советский фильм «Я и другие», да, «Пирамидки обе белые» или «Каша сладкая» или «Соленая». Конформизм, отчасти, связан с сознанием. Но здесь важно не то, что она реально оранжевая или синяя. Важно то, что мы с вами находим консенсус. Потому что я предполагаю, что вы являетесь репрезентативной выборкой по отношению ко всем людям, генеральной совокупности. И я хочу понимать вас, я хочу налаживать с вами общий язык. Потому что если я называю такой цвет синим, а все его понимают как оранжевый, то я прихожу куда-нибудь в столовую и говорю, дайте мне, пожалуйста, вон тот вот синий сок в стаканчике. Мне говорят, у нас нет синего, у нас только апельсиновый. И меня не понимают, и я их не понимаю, и никакая совместная деятельность оказывается невозможной. То есть получается, сознание буквально может быть написано как совместное знание, как результат консенсуса. Это договор между рядом участников, между большим количеством особей. Может быть, не только людских. В этом смысле сознание – это не абсолютная объективность, это скорее обобщение множества субъективностей. Мы с вами договариваемся, что мы одинаково воспринимаем этот цвет, этот объект, или в конце концов, откуда вы знаете, что это звезда, а не синхрофазотрон. Мы с вами можем договориться, что это синхрофазотрон. Мы пойдем на Красную площадь, благо недалеко. И я скажу, вон какие красивые синхрофазотроны горят на башнях. И плевать, что нас все будут не понимать, главное, мы друг друга будем понимать. Значит, у нас будет с вами общее сознание. Это важный механизм, необходимый для совместной деятельности. Самое главное преимущество, которое дает сознание человеку – это способность отделить то, что есть на самом деле, от того, что мне кажется. Когда я говорю слово «зебра», если я понимаю зебру так, как это изображено вот здесь, слева, а вы понимаете так, как справа, то мы не достигнем консенсуса. И, скорее всего, мотив деятельности будет у нас совершенно разный, и мы не получим желаемый результат. Никто. Психология – это обозначается понятием когнитивный и аффективный компонент. Сознание позволяет мне дифференцировать мое чистое познание, когнитивные компоненты, от моих эмоций. Во всяком случае, так декларируют некоторые психологи, хотя это весьма относительно. Таким образом, я могу учитывать то, что есть на уме у других людей, я могу учитывать их опыт, я могу принимать их опыт. И в конечном счете это приводит к тому, что я обогащаю свое собственное представление и о мире, и о себе. Если сказать максимально просто, ключевая особенность сознания заключается в том, что психический образ фактически бесконечно расширяется и в пространстве, и во времени. Я, обладая общим сознанием с другими людьми, я имею в виду как культурным феноменом сознания, могу получить то, что знаете вы. Я не знаю, какая температура на Северном полюсе, но я могу спросить у того, кто там был. В конце концов, я не знаю, существует ли Австралия, но я не был там. Но вот как-то люди говорят, что она есть. И в этом отношении, получается, мое сознание опирается на знания других. Почувствуйте разницу. У всех остальных животных их опыт напрямую, и их знания напрямую базируются на том, что они видели, слышали, воспринимали, осмыслили. Только на их индивидуальном опыте. А наша психика фактически бесконечно расширяет рамки представления мира. Я могу в конце концов вообразить себе, что в далекой-далекой галактике живет магистр Йода. Не факт, что он там живет, но представить я это могу, и договориться с вами я об этом тоже могу, и он будет. Потому что мы договорились, он будет существовать в нашем сознании. Сейчас я привел наиболее общую характеристику данного феномена. Она, конечно, не бесспорная, и об этом можно отдельно будет поговорить. Но нас в первую очередь интересует то, существует ли этот феномен у других животных. Сознание сложное явление, и поэтому целиком и полностью его изучить невозможно. Поэтому приходится его редуцировать до частных признаков, которые можно было бы эмпирически проверить и изучить, обнаружить у других представителей животного царства. Перечень этих критериев сознания чрезвычайно широк, и каждый автор волен включать туда свои компоненты и свои критерии. Я остановлюсь на шести наиболее распространенных и популярных, скажем так. Итак, первый критерий – это так называемая эпизодическая память. Это разновидность эпизодической памяти, феномен, который был предложен и описан относительно недавно Тулвингом. Считается, что эпизодическая память позволяет вам хранить информацию о недавних событиях. Если я спрошу вас, чем вы занимались вчера вечером, вы сможете ответить на этот вопрос. Или чем вы занимались прошлую субботу, вы, полагаю, тоже сможете ответить на этот вопрос, если, конечно, вы не слишком весело ее провели. И в этом отношении границы нашей психики существенно расширяются. Причем, как в ретроспективе, вы помните, что вы положили вчера какой-нибудь предмет, ну, например, свой ноутбук, засунули в ящик стола. А через пару дней вам нужно его достать. И вы вспоминаете, когда и куда вы положили этот объект. Это позволяет вам сделать вашу эпизодическую память. То же самое вы ведь помните не только свое прошлое, вы помните еще и свое будущее, правда? Ну, в том смысле, что вы помните свои планы, что завтра у вас такое-то событие, через некоторое время вам нужно выплачивать налоги или сдавать сессию, или сделать что-то еще, а через пару лет, а через год, а через десять, а после вашей смерти. Это все вы можете помнить или до вашего рождения. Рамки чрезвычайно широки. И Туллинг полагал, что этот феномен существует только лишь у человека. Замечательная картинка, мне очень нравится. Почему ваш пёс счастливее вас? Ну, на картинке понятно. Если попытаться расположить наше сознание и нашу психику на некоторой координатной плоскости, то она будет выглядеть следующим образом. Есть прошлое, есть будущее. Это временной континуум. И есть там и там. То есть то, что было в каком-то одном далеком месте и в каком-то другом далеком месте. И, наконец, есть этот замечательный момент. Здесь и сейчас. И вот представьте себе. Практически все животные, во всяком случае, то, как это считали большинство исследователей, живут настоящим моментом. Вот поэтому пёс и счастлив. У него нет стресса. Вернее, может быть стресс, но он только сиюминутный. Он думает о том, что есть насущно. О тех потребностях, которые актуальны в данный момент. Представьте, насколько хорошо. Вот кёллеровский шимпанзе, который видит перед собой персик и решетку, и палку. Это все, что есть в его мире сейчас. Он больше ни о чем не думает. Во всяком случае, гипотеза кёллера как раз так и гласит. Животные способны удовлетворять только сиюминутные потребности. Представьте, насколько ему лучше, чем вам, если можно так выразиться. Потому что вы сейчас сидите и вспоминаете, может быть, еще о том, что было в вашем прошлом. О том, что у вас были стрессы. О том, что у вас были депрессии. О том, что кто-то несправедливо с вами поступил. О том, что кто-то у вас в детском саду отобрал горшок. И это нанесло вам огромную травму на всю жизнь. Вы помните о том, что вам предстоит сделать завтра, послезавтра. Вы смотрите какой-нибудь новостной канал и видите, что доллар подорожал, а вам нужно выплачивать валютную ипотеку. И сейчас-то все нормально, но завтра, но через месяц, через год. И вы все это держите в своем сознании. Собаки лучше и шимпанзе в этом отношении лучше. У нас, по сравнению с животными, есть много там и тогда, что в прошлом, что в настоящем. И наша психика охватывает все эти события. И в этом отношении она оказывается достаточно сложной, достаточно мощной, но рождает огромное количество проблем. Об этом можно поговорить отдельно. Но это то, что нам дает эпизодическая память. И то, что считается признаком только лишь человеческого сознания. И, кстати, побочным эффектом от этого является механизм очень интересный. Я коротенечко на нем остановлюсь. Это механизм веры. Вера, не религия, я в данном случае имею в виду, а вера как психический феномен, нужна только в той ситуации, когда есть неопределенность. Когда результат вашей деятельности будет доступен вам не здесь и сейчас, а в будущем. Другим животным, исходя из гипотезы Келлера, сознание не требуется. И не требуется вера. Ну, потому что представьте себе, вот шимпанзе берет палку, вернее, лежит палка и есть персик. Нужно ли шимпанзе верить в то, что, взяв эту палку, он сможет подтянуть к себе персик? Вы представляете себе шимпанзе, который верует в это? Нет, он просто берет палку и пробует, получается или не получается. А когда нужна вера? Тогда, когда деятельность вы осуществляете в одной ситуации, результат будет получен в другой ситуации. Вот студенты ходят ко мне на лекции, например, по общей психологии, по зоопсихологии. Они получат диплом только спустя 4 года, 5 лет, ну кто когда. И они верят в то, что это будет им полезно. А я верю в то, что то, что я им даю, будет полезно. Я не знаю этого и не могу знать, но вера как бы актуализирует потребное будущее прямо в данный момент и притягивает его. У животных такой необходимости нет. В этом смысле вера обладает мотивирующей функцией и борется с неопределенностью. Считается, что в ходе антропогенеза вот этот феномен эпизодической памяти возник примерно тогда, когда человек начал изготавливать каменные орудия. Потому что изготовление каменного орудия очень пролонгировано во времени и в пространстве. Я делаю орудие сейчас, а буду использовать его только в будущем. И тот факт, что кто-то сделал, ну это в данном случае чоппер, свидетельствует в пользу того, что у этого кого-то было сознание. Была во всяком случае эпизодическая память. И вот классические эксперименты на животных, которые проводились уже неоднократно и на разных видах. И они позволяют утверждать, что у животных есть эпизодическая память. Самый, наверное, знаменитый эксперимент проводился на кустарниковых сойках. Когда сойки дали возможность... Сойка это врановые птицы, которые делают огромное количество тайников. И дали возможность запрятать два типа корма. Первый корм это зафобос, личинка зафобоса, мучной червь. Белок это вкусно. Второй корм это арахис. Тоже съедобно, но не так вкусно. И потом соик разделили пополам. Первые части дали возможность открыть любой из тайников спустя всего несколько часов. Как вы думаете, какой тайник предпочла открыть соика? Конечно, тот, где располагается зафобос. Но потому что он питательнее и вкуснее. А другой группе птиц дали возможность открыть тайник только спустя несколько дней. И они за зафобосом даже не полезли. Они сразу пошли к арахису. Почему? Потому что исследователи это интерпретировали так. Сойка помнит, когда она запрятала, сделала тайники. Значит, прошло много времени. Значит, зафобос уже сгнил. И поэтому за ним можно не идти. Значит, у нее есть эпизодическая память. Такие же эксперименты проводились на ряде других животных. На приматах, на медоносных пчелах, на собаках. И все они показывали, что животные могут актуализировать прошлое. И могут планировать. Ну, правда, если говорить о планировании, то, как правило, человекообразные обезьяны способны планировать часов на 14-16 вперед. Не более. Но это уже точно позволяет нам сказать, что по этому критерию у нас 1-1. То есть, что и эпизодическая память есть как у человека, так и у других животных. Следующий феномен. Психология, он называется словом модель психического. Не очень удачный перевод, а за рубежом theory of mind. Это не очередная концепция психики. Это моя модель вашей психики. Это моя способность представлять, грубо говоря, что у вас на уме, что вы чувствуете и что переживаете. Для человека это крайне необходимо, потому что, если мы осуществляем совместную деятельность, я должен быть уверен в том, что ты знаешь, что я знаю. А может быть, и я должен быть уверен в том, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, что я знаю. И так далее. Там много порядков может быть. Здесь показано как раз первый порядок, второй, третий и так далее. Представления могут быть постоянно добавляемы. Вот здесь вот как раз комичная ситуация. Супруги друг напротив друга. Жена, видимо, думает, когда вы женаты уже много лет, вы способны читать мысли друг друга. А он смотрит на нее и думает, нет, не можешь ты мои мысли читать. Вот это модель психического. Считается, что этот феномен формируется у человека примерно в возрасте трех, трех с половиной лет. И перед вами здесь находится классический тест, который позволяет установить, есть ли у вас модель психического. Есть Света, есть Аня. У Светы есть мячик, она положила его в свою корзинку, а затем ушла. А в то время, пока Света не было, гнусная Аня, взяла и переложила ее мячик из ее корзинки в свою коробку. Вопрос, когда вернется Света, где будет искать свой мячик? Если вы ответите на вопрос, что она будет искать его в корзине, значит, у вас есть модель психического, с чем я вас и поздравляю. По очень простой причине. То есть вы понимаете, если Света не видела то, что видели вы, значит, она этого не знает. Сейчас мы точно можем сказать, что это не уникальная особенность человека. Первое доказательство наличия модели психического было получено еще в 1978 году на человекообразных обезьянах. Впоследствии это было получено и на воронах, и на врановых птицах, вороны, на собаках и на некоторых других, на ржанке, например, птице тоже. Интересная особенность поведения. Шимпанзе самый простой эксперимент проявляется в игре в наперске, когда у вас есть два наперстка, и под ним из них располагается лакомство. Шимпанзе не знает под каким. Но экспериментатор сидит прямо напротив обезьяны и тянется в сторону одного из наперсков. Куда бы вы на месте шимпанзе обратили свой взор и какой бы вы хотели проверить? Скорее всего тот, куда тянется экспериментатор. Ну потому что логика такая, если тебе интересно то, что там, наверное, и мне интересно то, что там, наверное, ты знаешь, что там что-то находится. И он не ошибается в данном случае. Есть и более сложные варианты экспериментов, но они точно показывают, что животные, по крайней мере некоторые, для нас не важно все, но некоторые обладают моделью психического. Два-два. Следующее. Язык. Очень сложный феномен, достаточно широкое и неоднозначное понятие. Но мы исходим из того, что язык, как система символов, искусственно созданная, как ее Павлов называл, вторая сигнальная система, необходим нам, как механизм, как средство, как инструмент сознания. Язык это, грубо говоря, те костыли, с помощью которых я доношу для вас сейчас свои мысли, соображения и переживания. Он очень неуклюжий, потому что большую часть всего того, что я переживаю, вам передать никак не смогу. Но хотя бы частично, хотя бы немножко. Долгое время очень большое внимание уделялось языку. И вообще сначала считалось, что это генетически заданная человеческая особенность. Потом считалось наоборот, что язык целиком и полностью усваивается при жизни, и что это культурный феномен. Впоследствии были обнаружены гены языка, которые ответственны за импринтинг языковых единиц. И что у нас есть языковое звено в мозге даже. Сейчас мы не об этом. Сейчас мы о том, что животные тоже могут. Я думаю, что тем, кто интересуется этой темой, достаточно хорошо известно, что существует два основных языка посредника, которые используются для налаживания коммуникации между животными и людьми. Первый из них называется Амслен. И вот перед вами знаменитая горилла Коко, которая... Сколько? Года два назад она что ли почила? Которая использовала адаптированный язык глухонемых, жестовый. Потому что жесты это тоже язык, не обязательно вокализация. Оказывается, что у обезьян прекрасно развиты структуры мозга, отвечающие за речевую деятельность. У них просто не развит ротовой аппарат. Гортань, надгортанник, самополость рта, зубы слишком большие. Поэтому издавать членораздельные звуки они не способны. Но к жестам – да. Амслен очень сильно критиковали, потому что иногда считалось, что эти жесты не вполне внятные. И то ли обезьяна что-то там махнула у себя перед лицом и просто почесалась, то ли она действительно сообщила что-то. Тут очень многое отводилось на интерпретацию самого экспериментатора. Но вот второй язык, который называется еркиш, гораздо более информативен. В данном случае используются так называемые лексиграммы, маленькие картинки цветные, из которых обезьяна может составлять буквально последовательность слов. И сейчас мы с вами точно можем сказать, что человекообразные обезьяны могут говорить на уровне примерно двух с половиной годовалого ребенка. И в этом отношении пассивный словарный запас у них весьма велик. Он составляет примерно две тысячи слов. Активный словарный запас куда меньше, примерно 250-300, но тем не менее уже впечатляет. Горилла Коко известна тем, что она ругалась, придумывала новые слова для этого. Что она шутила, называла себя маленькой красивой птичкой, а потом, когда экспериментатор просил ее показать, как она умеет летать, та говорила, что это понарошку. То есть вполне даже абстрактные феномены. Но вот на чем я хотел остановиться. Да, здесь можно сказать, было бы 3-3. Но давайте остановимся на вот каком нюансе. Язык и речь. Это одно и то же или нет? Если не одно и то же, то в чем разница? Можно ли сказать, что двух с половиной годовалый ребенок вот прямо говорит и владеет речью? Речь это нечто большее. Речь это не просто отдельные слова. Так же, как куст это не совокупность веток, растущих из одной точки. Или дом это не совокупность кирпичей. Это система. То есть это еще и синтаксис и пунктуация. Человекообразные обезьяны максимум составляют предложение из двух слов. Это еще не речь. Речь это язык плюс мышление. И в этом отношении надо понять, что есть некоторые нюансы. Действительно, человеческий язык обладает рядом качественных особенностей, которые вы не встретите у других животных. Ну, в частности, у говорящих обезьян. И здесь как раз синим помечены те аспекты, которые встречаются только у человека. Первое. Это объем. Фактически неограниченный объем. Человек может описывать те события, явления, объекты, которые не находятся в непосредственной близости. Животные, как я обычно говорю, как идеальные клиенты, гештальтерапевты, то, о чем мы говорили, все-таки живут ситуации здесь и теперь и описывают то, что непосредственно видят в большинстве случаев. Двойное членение язык человека состоит из двух уровней. Первый – это, собственно, отдельно слова, а второй – это компоненты, из которых слова формируются. Ну, если мы берем наш, кириллический, то, соответственно, это приставка, суффикс, окончание. То есть мы собираем слово как конструктор. У животных этого нет. Но это только техника. И, наконец, третий аспект – это семантичность. Фактически мы способны описать все, что приходит нам в голову. Здесь можно поспорить. У вас когда-нибудь бывало такое, что вот вы что-то переживаете, у вас есть какая-то мысль, но вы не способны ее выразить вербально? Наверняка такое случалось. И это вызывает огромные трудности, потому что ты не можешь дать своему близкому человеку понять то, что ты чувствуешь. Чаще всего это аффективный компонент. Вы не можете его выразить. Язык не так могущественен. В конечном счете, язык – это только средство. А можно предположить, а что было бы, если бы мы были экстрасенсами? Ведь тогда бы язык был вообще не нужен. Это вообще на самом деле кошмар. Потому что если представить, что вы читаете напрямую мои мысли, а я ваши, ну, к счастью, это невозможно по ряду других причин. Поэтому и психика субъективна. То есть она только моя. Я хоть где-то, у меня есть полное интимное пространство, куда никто не придет. Но если бы, наверное, такой феномен существовал, то язык был бы не нужен совершенно. А поскольку он все-таки есть и развивается, то, скорее всего, это действительно инструмент. Но можно пофантазировать на тему того, а вдруг для сознания можно использовать другой инструмент. И здесь полет для рассуждений, скорее писателей-фантастов, чем ученых. Ну, это интересный момент. Мы точно знаем, что язык имеет эволюционные корни. Очень хорошо эта гипотеза была высказана Майклом Томазелло в его книге, переведенной на русский язык «Истоки человеческого общения». Он задается вопросом, а что является первым словом? Потому что нам легко рассуждать, когда мы имеем такую сложную, развитую вербальную систему и устной, и писанной коммуникации. Но из чего началось все? И Томазелло высказывает, что началось все с указательного жеста. Когда я хочу со своим коллегой по охоте договориться и сообщаю ему «Вон зебра, вон на нее мы будем охотиться». Может, мы даже не понимаем друг друга, но если он устремляет свой взгляд туда же, куда указываю я, значит, мы концентрируемся на одном объекте, значит, я могу управлять его вниманием, а он моим в данном случае. И это действительно уникальная особенность, которая практически ни у кого из животных не встречается. Тот же самый тест с наперсками и шимпанзе, который не знает, где приманка. Но если экспериментатор не тянется к наперску, а указывает на него, шимпанзе решает наугад. Он не понимает, что ему дают сигнал, ему дают совет. Такой принцип, что, слушай, ты знаешь, мне сейчас еда не нужна, я тебе ее дам. Вот она тут. Шимпанзе так не делают друг для друга. Это интересная особенность. И это, возможно, связано с нашей ориентацией на сотрудничество. Но обычно, как мы можем быть уверены, что некоторый аспект является общечеловеческим, в значительной степени, вероятно, инстинктивным механизмом? Все люди, всех возрастов, всех рас и национальностей должны обладать этим механизмом. Так оно и есть. Даже самые маленькие дети, как только способны вообще смотреть и двигаться, они учитывают указательные жесты и идут туда, куда показывают. Интересная особенность. А животные? Животные не способны. Есть только одно животное, по крайней мере, доказано, которое способно понимать правильно указательный жест. Это собака. Ну, с собакой понятно. Собаки эволюционировали с нами более 10 тысяч лет, и в этом отношении мы центр мироздания для них. Поэтому они иногда считывают наши жесты лучше, чем другие люди. Мимику и пантомимику. Они иногда являются нашим альтер-эго. У меня такое было один раз, когда с собакой идешь гулять, а рядом живет ненавистный сосед, он постоянно перфоратором работает в выходные дни. И вот я его встречаю, машу ему ручкой, а собака на него прям огрызается. Я говорю, извините, пожалуйста, что-то с ней не то. Да нет, она все правильно делает, на самом деле, в этом отношении. Она считывает мои эмоции так, как ни один другой человек. Ну, это понятно. Так вот, язык и речь, можно ли сказать, что это одно и то же? Скорее всего, нет. Наш с вами соотечественник, классик советской психологии, Лев Семенович Выгодский, высказал в своей знаменитой культурно-исторической концепции идею, что человек использует слово по аналогии с тем, как он когда-то использовал инструмент. Изначально взаимодействуя с дикой природой, он берет орудие и из этой дикой природы делает культурную среду, удобную под себя и для себя. И он говорит, а человеческая психика, по сути дела, является тем же самым. Она также изначально является дикой, неорганизованной, неупорядоченной. И здесь тоже нужен инструмент. И Вигоцкий полагает, что таким инструментом является слово. Оно позволяет нам сделать из низших психических функций высшие. Главное их отличие заключается в произвольности. Произвольность – это способность сделать так, как не хочется, но надо. Или способность не сделать то, что очень хочется, но не надо. Как у меня один студент сказал, воля – это способность человека себя немного изнасиловать. И в этом отношении, да, бесспорно. Ну, а о воле мы сейчас немножко еще скажем. Вигоцкий полагал, что мышление и речь генетически имеют разные корни. Вернее, мышление и язык так будет правильнее. Язык используется для коммуникаций, мышление используется для решения различных задач. Но у человека в возрасте примерно 3-3,5 лет эти два процесса развития речи и мышления пересекаются. И тогда мышление становится речевым, а речь – мыслительный. Когда мы говорим, мы мыслим, подбирая слова. А когда мы мыслим, мы используем вербальные единицы. То есть получается, что 3,5 года до этого – это еще только лишь язык, это еще не речь. И поэтому приходится отказать животным в том, что у них есть речь. Хотя есть и альтернативная точка зрения. По-моему, в прошлый раз я также о ней говорил. Террес Дикон высказал идею о том, что, по сути дела, мы, языковые единицы, а стало быть, и в дальнейшем речь, можем обнаружить где угодно. Знаки бывают разными. Самый простой знак – это знак икона. Когда, допустим, по структуре тела палочника мы можем предположить, что это на самом деле маскировка под листик. Или когда вы видите муравьеда, вы можете понять, а вообще-то под что заточен его длинный язык и вытянутая морда. Вы можете представить себе муравейник. То есть это тоже знак, индекс, указатель в данном случае. И человеческий жест – это тоже индекс. И тогда получается наоборот, что действительно речь присутствует везде, ну и язык присутствует везде. Во всяком случае, вторая сигнальная система появляется позже, тогда, когда возникают истинные знаки, символы. Да, это только у человека, только вторая сигнальная система. Но здесь тоже все-таки уместно сказать, что да, один-один. Животные способны этим овладеть. Идем дальше. Волевая регуляция. Об этом я только что говорил, касаясь концепции Ильва Семеновича Выгодского. Наша с вами волевая регуляция является ключом для совместной сознательной деятельности. Потому что если мы говорим о той же самой охоте, например, охотимся мы на зебру, и мне нужно вырыть яму. Я говорю, не хочу я, ну лень мне, ну я обойдусь без этой зебры, ну не буду есть мясо, какие-нибудь корешков накопаю нормально мне. Но я знаю, что да, мы договорились. И я снабжаю свою деятельность дополнительной мотивацией, я говорю, что ну, я несу ответственность перед своими коллегами-соплеменниками, и поэтому иду на работу, в университет, в детский садик, в детский садик, наверное, еще нет, не совсем волевой компонент. А вот школа уже да, воля является ключом сознательного поведения человека. Вопрос лишь в том, как можно эмпирически установить и констатировать наличие волевого акта и волевого усилия. И, наверное, широко известный, может быть, многим людям, так называемый Стэнфордский эксперимент с конфетой. Маршмеллоу-тест. Это называется отложенное удовольствие. Ну, я думаю, что все вы хорошо знаете, что это такое. Детям кладут, перед маленьким детям, там, 3-4 года кладут одну конфетку и говорят, ты можешь ее сейчас есть. Можешь подождать 5 минут, тогда тебе дам две конфетки. Ну и понятно, что дети дифференцируются, кто-то может ждать, кто-то не может ждать, но в 3,5 года уже, это важно, обратите внимание, то же самое число, в 3,5 примерно года дети уже, оказывается, способны решить эту задачу. Но мы в этом не оригинальны. Эту же самую задачу решают и другие животные. Макаки, мартышки, врановые птицы. Ну, врановые птицы классический эксперимент, когда им дают кусочек хлеба и показывают сыр. Если она подождет 5 минут, она получит сыр. Сыр гораздо более привлекательный. Ну, как в басне. Макаки способны ждать какое-то время. Тамарины способны это делать. Ну, человекообразные, я уже даже не стал указывать так же. Это механизм воли. Получается, он присутствует и у животных тоже. По четвертому критерию оказывается, что животные такие же, как мы. Во всяком случае, некоторые виды, они нас не превосходят. Но и мы не слишком сильно отличаемся в этом отношении. Следующий аспект, он может показаться странным. И картинка, которую я здесь привел, тоже может показаться странной. Ну, я же психолог. Куда я без него? Морально-нравственная основа поведения. Почему Фрейд? Именно он указал на то, что наша психика не является целостной структурой. Она и потенциально, и реально конфликтна. У нас есть импульс со стороны ид, то, что я хочу делать. И импульс со стороны суперэго, то, что надо делать. Причем иногда и тот, и другой являются иррациональными. И я мучаюсь, пытаюсь найти некоторое решение. По всей видимости, концепция Фрейда оказалась так популярна и так выстроила в тот момент по той причине, что мораль очень сильно в конце XIX века задавила человека. Очень сильно давлела над ним, не давая никакой свободы. И в этом отношении, да, мы точно можем признать, что для человека эта особенность является ключевой. Ну, то есть, грубо говоря, это интересно. Человек отличается тем, что он может совершать какие-то поступки только ради такой штуки, как репутация. Ни одно животное не будет ради репутации жертвовать вкусняшкой. Или какой-либо еще другой выгоды. Нет, вкусняшка важнее. Во всяком случае, плевать, что обо мне подумает мой сородич. А мы это делаем. Иногда даже бывает перегиб. Очень сильный. Эволюционные психологи полагают, что вообще-то мы привыкли жить в маленьких группах. В малых группах, где каждый имеет непосредственную связь с любым другим членом. Абсурдность этого можно представить, вообразив себе какую-нибудь ситуацию. Мысленный эксперимент давайте проведем. Вот представьте себе, что вы летний день, утро или, например, даже, вы сидите где-нибудь в центре города и попиваете кофеек. У вас встреча очень важная, но у вас есть еще несколько минут, вы пьете кофе, и тут мимо вас проходит официант, задевает стол, и кофе проливается на вас. А вы во всем белом. Что вы будете делать? Ну, можно поехать домой, можно отменить встречу, или можно вот прям так пойти. Но большинство из нас, скорее всего, будет чувствовать очень большую неловкость, даже если будут ехать в метро, к себе домой, как-то там прикрываться. Почему? Ну, подумайте, это странно. Потому что, скорее всего, ну, во-первых, большинству людей, честно говоря, плевать на вас. Давайте положа руку на сердце. У них своих проблем хватает, вот пометуя прошлые аргументы. С другой стороны, люди, скорее всего, не такие глупые, чтобы думать, что вы специально пролили на себя кофе. И в этом отношении мы все равно беспокоимся. Репутация для нас важна. Потому что мы привыкли жить в маленьких группах. И если что-то становится достоянием более чем одной психики, то это автоматически распространяется по всем. Это автоматически плохо сказывается на тебе. Мы можем совершать поступки только ради поддержания своей хорошей репутации. Это все связано с учетом будущего. То есть я просыпаюсь утром, совершаю волевое усилие над собой для того, чтобы пойти в ратьяму, для того, чтобы поймать зевру, для того, чтобы мои коллеги и мои соплеменники знали, какой я хороший. Да, для человека это характерно. А в какой степени это свойственно животным? У животных есть какая-то мораль? Хоть в той или иной форме. Знаете, что самое интересное? Но ведь и на этот счет тоже есть исследование. Франц Деваль уже книжку его рекомендовал. А здесь другая. Истоки морали. И книжка Марка Беккова и Джессики Пирс. Wild Justice. Дикая справедливость. Бекков. Ну, в данном случае Бекков говорит о том, что вот иногда животные ведут себя альтруистически. Он приводит огромное количество примеров, которые сам наблюдал в дикой природе. Но это еще не достоверно. достоверным является только эксперимент. И вот такой эксперимент провел Франц Деваль. Знаменитый эксперимент с капуцинами. Он говорит, что у морали есть два столпа, два основания. Первое – это сочувствие и сострадание. Второе – это чувство справедливости. Классический эксперимент. Если интересно, можете найти его в интернете, даже видеозапись. Капуцины усвоили товарно-денежное отношение. Одному первому за пластиковую монетку дают печеньку. Он получает эту печеньку, и он счастлив. Второму за точно такую же монетку дают виноградинку. Виноградинка, я сразу скажу, гораздо привлекательнее, чем печенька. И вот второму на глазах у первого, а первая получает только печеньку, второму на глазах у первого дают виноградинку. И потом первому тоже дают монетку и ждут, пока он обменяет ее на печеньку. Ему снова дают печеньку. Знаете, как он реагирует? Он отказывается от нее. Он был счастлив и согласен на печеньку, пока не знал о втором варианте. И когда он видит, что другому дают что-то лучше, ну как? Я уж... Нет, уж это дело принципа. Я лучше откажусь. Но это, понимаете, это вот так мы антропоцентрически интерпретируем данный феномен. Но это называется попробуйте объяснить иначе. Я не стал приводить видео, чтобы не тратить время, но вы можете, надеюсь, сами посмотреть. Это интересный феномен. Он явно доказывает, что, по крайней мере, у одного вида животных есть вот это представление о справедливости. Второй аспект. Сочувствие и сострадание. И здесь я хотел бы обратиться к другой работе вот этого человека. Пол Эхман, очень неоднозначный персонаж, который знаменит тем, что занимается изучением феномена лжи, ее распознания. Но у него есть замечательная, не толстенькая, маленькая книжка «Психология сострадания», которая им написана по мотивам его личных бесед с Далай-Ламой. И он говорит, что вот эволюционно мы можем предположить наличие двух причин того, почему мы стремимся снизить страдания и мучения другой особи. Первое, вернее, здесь оно второе по пункту. Стремление поддержать свою хорошую репутацию. Ну, то есть, я тебе помогаю, потому что все будут думать, какой я хороший. Но это не всегда работает. Первый вариант гораздо интересней. Обратите внимание, стремление снизить свой дискомфорт, вызванный страданием другого. Далай-Ламу ему прямо так и сказал, «Когда я помогаю другому, страждущему, мучающемуся, я даже в большей степени помогаю сам себе». Что чрезвычайно любопытно в этом отношении. Ну, и Экман ему возражает, «Ну, слушай, ну так ты эгоист на самом деле. Ты помогаешь себе». Далай-Ламу с этим, конечно, не согласился, но об этом говорил еще и Дарвин. «То есть, мне так неприятно видеть, что ты мучишься, меня всего корежит от этого, что я уж помогу тебе, чтобы ты не мучился». Но это тоже несколько эгоистично. По крайней мере, в эволюционной психологии это очень хорошо работает. Часто у любого феномена есть утилитарная ценность. Экман высказывает предположение, что в основе этого механизма лежат действия зеркальных нейронов, так называемых. Это хорошо известное явление. нейроны, которые активизируются как в тот момент, когда вы осуществляете какую-то деятельность, так и в тот момент, когда вы наблюдаете за тем, как это делает другой. Когда вы видите, как кто-то кушает мороженку, а вы очень хотите мороженку, но вы как бы кушаете с ним немножко. Когда вы видите, как кто-то улыбается, вы тоже улыбаетесь в ответ. Вы испытываете удовольствие за наблюдением того, как деятельность осуществляет другой человек. Но на этом, на самом деле, базируется огромное количество феноменов. Все драмы, мелодрамы слезливые, всякие фильмы ужасов. Я уж не говорю, что вся порнография на этом базируется, иначе бы невозможно было работать этому механизму. Да, и оказывается, действительно, правда, есть авторы, которые высказывают скепсис в отношении данной концепции, утверждая, что в принципе нет необходимости констатировать от наличия зеркальных нейронов, потому что все нейроны коры больших полушарий, по крайней мере, точно зеркальные. В этом нет ничего специфического. Но мы возвращаемся к истокам. По крайней мере, мы можем утверждать, что аспекты морального поведения и моральной регуляции, то есть учета своего статуса, положения, учета того, как к тебе относятся. В данной конкретной ситуации хотя бы другая особь есть у животных. Идем дальше. У нас остался еще один критерий. Это интересный феномен. Я об этом могу долго говорить, потому что я непосредственно провожу исследования в этой области, но я постараюсь себя ограничить. Я-концепция. Система представления человека, ну, в данном случае, человека или в целом индивида о самом себе. Вы все используете местоимение «я», когда говорите о своих поступках, своих намерениях, переживаниях, но так было не всегда. Как говорят о себе маленькие дети до трехлетнего возраста. Они говорят о себе в третьем лице. Ваня хочет гулять, Ваня хочет писать, Ваня хочет спать. Это нормально совершенно. Потом мы об этом забываем. У нас происходит некоторая интеграция, понимание своей уникальности и специфики. Но дело в том, что когда вы начинаете редуцировать и анализировать, что такое «я», то оно распадается. Я могу спросить, а что такое «я»? Важно разделить понятие «я» и «моё», потому что «моё» — это то, что мне принадлежит, но мною не является. Я могу сказать, что «я» — это моя работа, моя семья, мои друзья. Но получается, тогда я секаюсь и говорю, что это «моё», это не «я». «Я» — это моя одежда, мой галстук, мой пиджак, мои очки, мои ботинки. Но тоже «моё» принадлежит мне, но не «я». Можно пойти еще дальше и сказать, что «я» — это «моё тело», мой мозг, моё, ну, все мои органы, допустим, и тогда получается, что тоже принадлежит мне. И даже когда вы говорите о психике, моё сознание, моё мышление, мои чувства, мои переживания — тоже моё, и это «я» как бы распадается. Очень интересный аспект. Недавно относительно стали исследовать такой феномен, который называется «авторство». «Я» — это тот, кто что-то создает. Нам очень важно понимать, что это сделал «я». Совершенно уникально. У других животных, во всяком случае, пока что такое не зафиксировано. Но это уже достаточно сложный феномен. А если попытаться поискать его истоки? И в данном случае тоже есть экспериментальные исследования. Для начала надо разделить понятие самосознания, я-концепции на два уровня. Первое — это self-awareness и второе — это self-consciousness. По-русски получается все самосознание, но несколько разное. Самый простой механизм это self-awareness. Что это такое? Это моя способность противопоставить себя как нечто целостное окружающей среде. В первую очередь свое тело хотя бы. Понять, что я — это нечто особенное, специфическое. есть некоторые границы меня. Этот феномен более простой. Его можно изучить эмпирически. Классический вариант — это так называемый тест с зеркалом. Вы способны узнавать себя в зеркале, вы способны понимать, что это вы, а не другая особь. Такая способность у ребенка возникает постепенно. Сначала дети вообще не обращают внимания, потом у них возникает интересный аспект поведения, когда они смотрят в зеркало и начинают смущаться. Парень в зеркале ведет себя как-то странно. И только после этого возникает классическое самоузнавание. Другие животные в большинстве своем, как вы, наверное, знаете, реагируют на зеркало, на отражение в нем, как на другую осы. Как мы можем проверить, узнаем мы себя или нет? Классический эксперимент Гэллопа, Гордона Гэллопа заключался в том, что шимпанзе тогда под легким наркозом наносили пятнышко на части лица, которые непосредственно не видны, а потом давали им зеркало. И оказывается, что когда шимпанзе глядел в зеркало, он сразу дотрагивался до этой части тела и начинал стирать метку, которая у него была. То есть он осознавал, что это отражение это он. У них есть концепция собственного тела. сейчас мы хорошо знаем, что такая способность есть не только у человекообразных обезьян. Как минимум, те животные, которые здесь перечислены. Человекообразные обезьяны, гориллы, орангутаны, шимпанзе, бонобо, слоны, дельфины, косатки, врановые птицы. И что еще очень интересно, некоторые животные, которые очень далеко отстоят от нас, это рыбы, чистильщики, и даже у некоторых скатов такая особенность обнаруживается. Здесь как раз мы видим основных представителей. Врановые это сороки. Правда, тогда возникает вопрос, а зачем рыбе, чистильщику или скату нужно узнавать себя в отражении в зеркале? Такая особенность есть, тем не менее. Другой момент, это self-consciousness, это осознание своей индивидуальности. Я думаю, мне, как и каждому из нас, важно понимать то, что второго такого человека больше нет. И те действия, которые я совершаю, я совершаю сам. Именно поэтому, вероятно, некоторые творцы, создавая свои произведения искусства в беспамятстве и измененном состоянии сознания, и потом наблюдая их и восхищаясь ими, испытывали чувство отвращения. Потому что они не чувствовали своей принадлежности принадлежности к созданию этого, причастности, и уничтожали их. Мне нужно знать, что я это сделал. Я сделал сам. Это крайне важно. И у ребенка эта способность также проявляется уже позже, после трех с половиной лет. Но, тем не менее, зачатки этого феномена есть и у других животных. И таким образом, мы можем обнаружить интересный парадокс. С одной стороны, вот когда мы так раскладываем это самое сознание на частное его проявление, то получается необычная особенность. Получается, что, ну, скажем так, у других животных есть практически все то же самое, что и у нас. Но, если каждого из нас спросить, отличаетесь ли вы от собаки или от шимпанзе, то имплицитно каждый из нас будет абсолютно полностью уверен, что он совершенно уникален. И, наверное, дьявол в данном случае не кроется в деталях, как это неудивительно. Когда мы сознание разлагаем на части, мы занимаемся редукционизмом. Это не вполне корректный подход. Мы теряем его специфику. Вот они, эти шесть критериев. Если их сопоставить между собой, то получается забавная ситуация. Каждый по отдельности присутствует у многих разных животных. Но ведь сознание это не только речь или язык, это не только модель психического, это не только эпизодическая память. Ну и что? Если я, как Сойка, могу понять, что я сделала тайник, а потом вспоминаю о нем, это не сознание, это просто память. Ну и что, если я испытываю чувство несправедливости, когда другому за ту же самую фишку дают что-то лучшее, чем мне? Это еще не сознание. Ну и что, что я понимаю, что если экспериментатор тянется к наперску, значит там что-то привлекательное для меня? Это понимание его намерений, но это еще не сознание. Вот о сознании мы можем говорить только в том случае, когда все эти элементы, с позволения сказать, критерии, признаки, как хотите их называйте, соединяются между собой в единое целое. Когда я задействую свою эпизодическую память и вспоминаю, что пару дней назад мы запланировали охоту на зебру. Я учитываю то, что и я, и все мои коллеги точно понимают, где я буду рыть яму, что за зебра, на какое животное мы охотимся. Для того, чтобы решить эту задачу, мы используем язык и договариваемся, мы одинаково мыслим. И мне приходится применить волевой акт для того, чтобы пойти и заняться той деятельностью, которую мы запланировали, для того, чтобы у меня была хорошая репутация и моя я-концепция и представление о себе не пострадали. Вот только тогда, когда все эти элементы соединяются между собой в единое целое, тогда мы можем говорить о наличии сознания. Каков вердикт тогда получается? Выходит, что все-таки сознания у животных нет. Есть отдельные признаки. Зоя Александровна Зорина, этолог наш знаменитый, говорит, что это элементы, хотя, скорее всего, не вполне корректно, потому что элементы могут быть только у целостной системы. Это отдельные признаки сознания, но сами по себе они не являются сознанием. Однако здесь надо задаться сразу следующим вопросом. Как только мы констатируем, что сознание есть только у человека, а у других животных его нет, можно так спросить. Означает ли это, что наша психика стоит выше психики других животных? Означает ли это, что она более высокоразвитая, высокоорганизованная? Скорее всего, нет. Скорее всего, это просто наша уникальная форма, то, что мы называем видовой гениальностью. У каждого вида она есть, но наша видовая гениальность заключается в том, что мы, как ни одно другое животное, умеем и можем действовать сообща, как единая группа. Это то направление, чего мы эволюционировали. Это специфическая форма психической организации человека. И когда мы пытаемся найти те же самые признаки у других животных, то получается, извините за внимание, фигня получается, потому что мы занимаемся антропоцентризмом. Мы смотрим сверху вниз. Мы оцениваем других животных по степени сходства с человеком. Чем он нам более похож, тем значит, он умнее. Скорее всего, это не так. И если в их психике есть что-то похожее на нас, это не означает, что их психика более или менее разная, она просто другая. А сознание это не высший уровень эволюции психики, это одно из направлений эволюции. А у других животных своя гениальность и свои пики. Но если все-таки продолжить эту тему сознания, то любопытно заметить необычность самого механизма. Психика в целом ориентирована на интеграцию. Есть я, есть предмет моей потребности. Ну, тот самый персик. И палка, и решетки. И психика позволяет мне так интегрировать данную ситуацию в своем представлении, чтобы я понимал, как взять палку, чтобы потянуть к себе персик. Она работает по принципу все сущее вокруг. Я это единое целое, это одно и то же, чтобы я мог решить задачу. Как в гештальпсихологии келлеровских экспериментах. И поэтому психика рождает целостный образ меня и конкретной ситуации. А вот сознание действует принципиально иначе. Сознание обеспечивает дезинтеграцию, разобщение целостного психического образа, разделение его, если можно так выразиться. Оно позволяет отделить то, что вижу я, от того, что есть на самом деле. Мои аффективные компоненты от моих когнитивных компонентов. И, наконец, восприятие самого себя, я, концепцию, как уникальное существо, от окружающего мира. И в этом принципе оно действует совершенно по другой закономерности. Разделяй, властвуй. Ну, разделяй что? Разделяй собственную психику и властвуй над собственной психикой. ваше сознание в этом смысле представляет собой своеобразный диалог. То есть, вы учитываете знания, намерения других людей, у вас совместное знание. То есть, получается, ваша психика как дом советов или как эдакое посольство, в котором содержится огромное количество представителей других людей. Когда я совершаю какой-то поступок, я думаю, а как бы на это отреагировала моя мама, мой папа, магистр Йода или кто-нибудь еще. И в этом отношении я всегда не один, я всегда с кем-то. Даже когда я наедине с собой, у меня есть сознание. Это рождает огромное количество проблем, потому что это рождает внутриличностные конфликты и прочие трудности. В этом смысле действие обычное отличается от поступка тем, что когда я совершаю действие, я просто достигаю своего желаемого результата. Ну вот, например, сейчас я возьму и поковыряю себя в носу. Не буду этого делать, не переживай, потому что я сознательный субъект. Но если бы это было просто действие, я бы действовал так, как будто бы я здесь один. Но я представляю вас. Я думаю, как вы отнесетесь к тому, что я это сделаю. И я это делаю, утверждая, что, допустим, это какой-нибудь акт протеста против притеснения сексуальных меньшинств во всем мире. это поступок. Глупый, умный, это другой вопрос. Но это поступок, потому что он соотнесен с вашим мнением и с вашими представлениями. Вот тогда это сознание. Получается, сознание дезинтегрирует целостный психический образ. И это интересно. У сознания есть оборотная сторона. Подобно тому, как за наше прямохождение мы расплачиваемся болью в спине и остеохондрозом, точно так же за наличие сознания мы расплачиваемся совершенно специфическим и уникальным заболеванием, которое есть только у человека. И вы точно можете сказать, что это заболевание. Шизофрения. Расщепленное сознание, расщепленный ум. Эту идею впервые предложил Тимоти Кроу в 97-м году. Он высказал идею, что именно за язык и за вот эту тенденцию постоянно совещаться с самим собой или вернее с представителями других людей внутри себя мы платим предрасположенностью к этому заболеванию. Получается, и в этом отношении наверное я могу с ним согласиться, мы все, каждый из нас немножко шизофреник. Хорошо известно, что у этого есть генетическая основа и что шизофрения развивается по принципу кумулятивного эффекта, порогового эффекта, когда количество генов накапливается, то человек действительно предрасположен к заболеванию. Так или иначе четко детерминанты выделить не удается, их очень много во всяком случае. Но можно предположить, что это наша расплата за сознание. Иногда мы настолько дезинтегрируем свою психику, что она разваливается. И ведь шизофреники в этом отношении возвращаются к тому, с чего начали. они оказываются глухи к окружению и в этом отношении действуют отчасти как животные. И шизоидная акцентуация характера в данном случае также проявляется в изолированности от общества, в асоциальности, если угодно так сказать. Интересным отчасти аргументом в пользу этого является культурный феномен, который позволяет эту самую шизофрению при желании у себя развить. В европейской культуре во всяком случае мне неизвестны такие феномены, которые ориентированы на развитие шизофрении, но вот в индуизме, в буддизме это встречается. тульпа, самовнушенная галлюцинация, карманная шизофрения. Сейчас это очень стало модной тенденцией и в Англо-Америке, в Европе, и в нашей стране, кстати, тоже, ну как часть Европы, это распространенное явление у подростков и молодых взрослых очень часто из-за одиночества. Самое главное техникой форсинга создать другого субъекта внутри твоей собственной психики, когда с ним можно поговорить. Главное, что он обладал собственной субъектностью. Есть целое сообщество этих тульповодов, которые стремятся подобное создавать, но есть и риск, потому что в один прекрасный момент это существо говорит тебе, слушай, ты такой классный, я так тебя люблю, иди убей соседа, чтобы мы были вместе. Ну, тут я уже, конечно, может сгущаю краски, но можно предположить, что если постараться, то такую особенность можно у себя развить. Поэтому за все приходится платить. И принцип очень простой. Чем психика сложнее, чем больше в ней элементов, тем легче она ломается. Сломать психику таракана, наверное, очень сложно. И вызвать у него шизофрению или галлюцинацию. В этом плане сбоев меньше. У нас другая крайность. Насколько я мог, я ответил на вопрос, существует ли сознание у других животных. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Иван, вам огромное. Сейчас настала очередь ваших вопросов. Пожалуйста, поднимайте руки и держите их, не опуская, чтобы мы их видели. А мы, я и мой помощник Марк подойдет к вам с микрофоном. Пожалуйста. Спасибо за лекцию. У меня вопрос по свежим следам. Вы говорили про тульпу. Как вы считаете, возможна ли такая ситуация, когда человек, который создал такого персонажа, попадает, ну то есть центр тяжести его личности смещается в ее сторону, в сторону тульпы. Она захватывает контроль. Возможно ли такое? И что в этом случае будет считаться я? Где она будет прятаться? Спасибо большое за вопрос. Ну в сущности, понимаете, тут как раз и проблема, что я у вас в принципе одно. Это тоже ваше я. Только если учесть то, что ваше я это лишь сознание, ну мы сейчас я могу копать в сторону психоанализа очень долго и говорить о том, что у вас есть огромное количество побуждений, которые вы не осознаете. И когда вы создаете тульпу, вы создаете свое альтер-эго, которое проявляет возможно то, что ваше сознание подавляет, что проявляется совсем иным путем, нетипичным. Это тоже вы, только вы это не идентифицируете как себя. И если выражаться терминами, например, Юнга, то можно было бы сказать, что это ваша тень. Та часть, которая от вас самого скрыта и не очень желательно, возможно, но тем не менее проявляется. Вопрос ваш в том, является ли это вашим я, субъективно для вас нет. Ради этого эта тульпа и создается по большому счету. Объективно это все равно ваша психика. Но получается, тогда мы приходим к выводу, что ваше я это то, что вы осознаете. А тульпа это уже другой субъект. Вы расщепляете. Вот насколько я могу это определить и насколько я могу ответить. Я тоже, наверное, задам вопрос. Смотрите, есть, получается, у нас шесть критериев сознания. И различные животные обладают теми или иными критериями. А какие-то животные обладают в полной мере всеми шестью? Дайте подумать. Чтобы вывести... Да, пожалуй, можно сказать, что всеми шестью, по крайней мере, в какой-то степени обладают все. По крайней мере, человекообразные обезьяны, шимпанзе, бонобо, орангутаны, гориллы, ну шимпанзе так уж точно, и в том числе и бонобо, обладают. Правда, учесть надо то, что все эти критерии и все эти признаки, механизмы сознания, они, опять же, не действуют как единое целое. Они действуют в разных ситуациях. Для решения одной ситуации задействуется одна способность, для решения другой иная. И это неудивительно, потому что эволюционно-то мы очень близки друг к другу. Но, опять же, по крайней мере, мне неизвестны эмпирические доказательства того, что все эти признаки задействовались в едином процессе у кого бы то ни было, кроме человека. Я не знаю. Здравствуйте. Что являются воображаемые друзья у маленьких детей? Хороший вопрос. Ну, мне часто его задают. Когда про тульпу говоришь, в данном случае надо сказать, что воображаемый друг не создается целенаправленно. То есть, чаще всего это бессознательно порожденный субъект. А вот тульпа это продукт вашей сознательной деятельности, техники форсинга. Прямо есть целая инструкция, как это нужно воплощать и создавать. Это не так-то просто. Вот в этом, наверное, отличие. А по сути дела это все равно иной субъект. То же самое. У меня тут ошибка была. Молодой человек, вставайте и сдавайте. Можно? Хорошо. У человека особенность психики это сознание, которое выглядит, ну, как схема в виде той звезды Давида. Были ли исследования о особенностях психики животных, которые бы имели свою систему, состояли бы из компонентов, которых нет или очень мало и очень невыражено у человека? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я очень рад и счастлив, что вы его задали. Правда, это больная для меня тема. Это вот как раз проблема антропоцентризма. Понимаете, что вся классическая периодизация психики и до сих пор весь взгляд зоопсихологии, он построен таким образом, что мы смотрим, мы берем за эталон психику человека и на остальных животных смотрим как на ну, не до людей. Ну, не совсем люди. Больше или в меньшей степени люди. И, соответственно, мы отвечаем на вопрос, похоже или не похоже. И мы обнаруживаем у них только то, что нам интересно. То есть, мы обнаруживаем только те признаки, которые есть в психике человека. Относительно недавно мы стали выявлять, что животные обладают такими способностями, которых у человека вообще нет. Об этом надо отдельную лекцию читать. Какие-то способности у них развиты лучше, например, кратковременная память или способность создавать элитические образы, или способность ориентироваться в пространстве и так далее. У крысы, например, это есть. Тогда нам нужно смотреть не сверху вниз, а снизу вверх. Это то, о чем говорил Владимир Вагнер еще в начале 20 века и то, к чему мы пока сами до сих пор не пришли. Потому что тогда мы берем за эталон психику какого-то организма, у которого она только возникла. Это вот как раз прошлая лекция на эту тему у меня была. А дальше начинаем постепенно рассматривать различные направления эволюции и обнаруживать, что вот у этого животного такое новообразование, у другого такое новообразование, и постепенно они меняются. Мы только в эту сторону движемся, пока что еще далеко. Но вы безусловно правы. У других животных есть их идеальная психика, заточенная под их условия жизнедеятельности, и больше ни у кого такой нет. И это как раз признание того, что мы не уникальны, и наша психика несовершенна. Вернее, она совершенна для той задачи, которую мы решаем. Другие животные решают другие задачи. Это все равно, что сравнивать, смотреть на двух бегущих людей, только один пытается побить мировой рекорд, а другой просто пытается похудеть. У них задачи разные, хотя внешне выглядит, что решают они одно и то же. Вот так. Спасибо. У меня там ошибка была, касатки пишутся через О. Дальше. Скажите, пожалуйста, вот все вот эти каналы, Виасад, Дискавери, я возвращаюсь к животным все-таки, демонстрационные фильмы о животных, о жизни животных. И когда, допустим, истощенная, практически умирающая от голода львица, она не съедает детеныша олененка или ламы какой-то, а наоборот всячески охраняет ценой собственной жизни. И мы люди, которые склонны, допустим, наделять животных какими-то элементами сознания, как домашних любимцев своих, мы приписываем этому наши какие-то качества. Но по факту на самом деле, если вы говорите, что они живут инстинктами, а вот это что вообще? Спасибо за вопрос. Здесь надо пояснить, что инстинктивные компоненты фундаментально стоят в психике любого животного и у человека в том числе. Но если мы берем, по крайней мере, млекопитающих, то инстинктов только недостаточно. Там огромное количество благоприобретенных механизмов регуляции поведения. Но здесь возникает огромная сложность. Вот я видел этот факт, он эмпирический, да, он житейский, но мне нужно для того, чтобы констатировать, что это действительно имеет место и существует, мне нужно это воспроизвести в лаборатории. Блин, когда я в лаборатории львице даю олененка, она что-то его сжирает, а не заботится о нем. Вот получается так. И во многих других ситуациях это оказывается, увы, невоспроизводимо. И получается, что да, не все укладывается в прокрустово ложе науки. Я знаю очень много таких примеров, когда мы видим, как животные ведут себя совершенно иногда альтруистические, когда кажется, что они обладают чудесами сообразительности и так далее. Есть у Савельева хорошая книжка по зоопсихологии на эту тему 98-го года. Но понимаете, это вот примерно то же самое, что я когда говорю студентам, вот у животных нет феномена чувств. Нет у них феномена чувств. Ни одно животное не способно любить, кроме моей собаки. Моя собака меня любит. Очень хочется. Но здесь есть ограниченность. То, что мы не можем воспроизвести экспериментально, мы не можем быть уверены в том, что это так, как мы интерпретируем. Потому что мы осуществляем акт проекции. Мы видим животное и нам кажется, что оно ведет себя так же, как человек. По аналогии с этим исследователи конца 19 века утверждали, что у пчел и муравьев коммунизм и социализм. Ну, потому что они же так делят труд между собой, как и мы. Вот может быть здесь тоже какая-то ошибка, которую мы просто пока не можем понять. Думаю, так. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса. Я их, если можно, сразу задам. Да. Значит, первый вопрос. Это используют ли животные язык для мышления, потому что именно для собственного мышления, не для коммуникации. потому что в примеры приводились язык жестов и язык символов и как бы мысленно, наверное, невозможно жесты себе представлять. Ну, это первый вопрос. И второй вопрос. Чем отличается сознание от разума? Дайте мне еще три часа. Сейчас. Значит, во-первых, Пиаже, классик психологии, изучавший интеллект, говорил о таком феномене, как эгоцентрическая речь. Речь, которую ребенок осуществляет сам для себя. Он как бы экстерроризирует содержимое своей психики в вербальных компонентах и в одиночке где-нибудь в уголке сам сидит и играет с чем-то и манипулирует и говорит вот машинкой двигаю, вот она едет, вот я перелеснул листик бумажки и так далее. Он сам это делает. Ему как будто бы нравится упражняться в словах. Такие феномены мы обнаруживаем у человекообразных обезьян в том числе. И у гориллоку кое-то было. эгоцентрическая речь. Ну, речь ли это? Ну, в какой-то мере да. Глубже туда в субъективность нельзя забраться, потому что самоотчет они какой-то не дают. Они не утверждают, что я сейчас размышляю о том-то. Нет. Во всяком случае, они чаще всего описывают нынешние ситуации. Других феноменов мне, к сожалению, неизвестно. Второй вопрос сознания и разум. Правильно? Обычно я с этого начинаю лекцию по общей психологии. Термин «разум», как это ни печально, он практически не используется в психологии. Он используется в философии. Разум и рассудок различия проводятся. А вот есть интеллект, когнитивные способности, когнитивные стили, мышление и так далее. А вот разум нет. Ну, то есть, он не встроен в тот тезауру, с которым мы пользуемся. Вот в чем проблема. Вероятнее всего, разум – это именно произвольное действие, тогда оно максимально близко сознанию. Вот только так можно ответить. Это категория другого понятийного поля. Добрый. Является ли мораль обязательным условием для наличия сознания? Ну, предположим, человек думает исключительно логически из своей головы. Он понимает, что всем людям абсолютно наплевать на то, что у него на рубашке кофе, что ему наплевать на свою собственную репутацию. Ему репутация нужна не для себя. Ему репутация нужна для других. Является ли человек без морали все еще человеком сознанием? Подождите, не убирайте микрофон. Скажите, пожалуйста, что означает выражение «репутация нужна для других»? Ну, предположим, я перевожу бабушку через дорогу не для того, чтобы поднять свою самооценку, а для того, чтобы другие люди думали обо мне лучше. Потому что мне абсолютно плевать на эту бабушку, перевел я ее через дорогу или нет. А, например, если другие люди увидят, что я перевел бабушку через дорогу, то мне будет потом проще с ними скооперироваться для своих личных нужд. Ну, я об этом как раз и говорил. Стремление поддержать свою хорошую репутацию. Вы делаете это все равно ради себя, ради своих личных нужд, утилитарно. Понимаете, ну, есть такое направление, да, этики, как утилитаризм. И в конечном счете можно сказать, что мне выгодно совершать альтруистические поступки, как я обычно говорю, да, мне выгодно жить в обществе богатых, умных, здоровых, благополучных людей, если я сам такой. Потому что если я благополучный, здоровый, умный, богатый и счастливый живу в обществе несчастных, больных, бедных и обездоленных, то мне как минимум небезопасно. В этом смысле да, это утилитарно, это рационально. Здесь не идет речь о импульсе, о чувствах. Это рациональное обоснование. Так что то, что вы описали, как раз соответствует моим словам. Вы их просто повторили. Все. Спасибо. Здравствуйте. Вопрос такой. Если, предположим, нам на землю прилетели инопланетяне, как мы будем к ним относиться? То есть если они настолько развиты, что смогли до нас долететь, то получается они превышают нас? И мы к ним как относимся? Как должны мы к ним относиться? Как бы мы к ним отнеслись? Я могу перефразировать ваш запрос. А можем ли, если все-таки по теме лекции, а можем ли мы сформировать сознание, единое сознание с ними? То есть можем ли мы с ними договориться и понимать друг друга? Вы об этом? Ну, скорее и да, и нет. В плане, что если, например, мы до них доберемся, то они будут не доходить до нашего сознания. То есть по сути мы будем к ним относиться как к животным или как, например, к маленьким детям. Если они, например, умеют говорить, и мы с ними можем договориться. Но как бы все-таки их сознание ниже нашего. Да, вот дело в том, что, к сожалению, вы сейчас мыслите так же, как классики зоопсихологии, то есть антропоцентрически. Вы исходите из того, что таракан ниже вас. Ну, вы же не стремитесь донести до него, слушай, я превзошел тебя в развитии. А он на вас не смотрит как на Бога. Да? И то же самое здесь надо представить. Они здесь вообще можно фантазировать, они прилетят с другой планеты, они будут, скорее всего, и морфологически совершенно, значит, сенсорная система у них будет иначе построена, и мышление по какой-то другой логике. Они будут не выше или ниже, они просто будут другие. Вопрос, наверное, заключается в том, будут ли у нас точки соприкосновения, потому что, если нет ничего подобного, мы, может быть, даже не то, чтобы понять друг друга не можем, мы, может быть, даже заметить друг друга не сможем. Таракана-то вы хоть заметить можете. И он вас, ну, он вас, вот, кстати, не очень, как целостный объект, скорее всего, не воспринимает. Поэтому мы просто будем разными. Другое дело, смогут ли они до нас донести, ну, здесь можно пофантазировать, можно ли когда-нибудь представить себе такой прибор, который позволит заглядывать в субъективность другого живого существа. Пока что психология на этом ставит крест. Ваша психика только ваша. И тараканья тоже как тараканья. А гуманоидов, которые принятят, или даже если не гуманоиды, а какие-нибудь там ктулху или кто-то еще, они будут совсем иным сознанием обладать. Я думаю, что так. Это не выше, ниже, круче или слабее. Просто иначе. Спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Иван. Слово сознание была дана расшифровка совместное знание. И во многом показано, что возникновение и само существование сознания, оно зависит от других субъектов, условно говоря, коллектива, в котором ты существуешь. Вопрос. Возможно ли возникновение сознания и его существование вне коллектива? Вне общества. исходя из той дефиниции, которую мы здесь использовали? Нет. Сознание, в принципе, необходимо для регуляции совместной деятельности и подобно того, как психика существует только в процессе взаимодействия вас с внешним миром, так же и сознание существует только при условии, что есть другие особи. Это, кстати, очень интересный феномен. Феномен Робинзона Круза. Представляете себе? Это же ведь реальное существовавшее явление, когда Флебустиера, по-моему, своего провинившегося моряка оставили на острове. На какое-то время, там на год или около того, я сейчас уже не помню. Они потом приплыли и забрали его. Знаете, что было? У него сознания не было. У него психика нормально, функционировал, он хорошо адаптировался, но некоторое время вообще с ними не мог наладить коммуникации за ненадобностью. Потом оно восстановилось. Но вот если так его понимать, то да, сознание нужно и существует, и развивается, и возникает только в условиях социума и коллектива. Если вы хотите трактовать сознание иначе, я об этом говорил вначале, если вы хотите его понимать как норму или как в целом всю психику, тогда наше рассуждение в данном случае ложится в другую плоскую. Это все. Спасибо. Иван, добрый вечер. Второй раз на вашей лекции. Все время лекции очень интересные. У меня вопрос такой. Можно ли сказать, что сознание человека эволюционировало? Если можно, то значит, есть критерия. Можно ли то же самое сказать о сознании животных? И если можно так сказать, что сознание животных эволюционировало, значит, тоже есть какие-то критерии. Если критерий нет, то зачем сравнивать? Смотрите. Попробую пояснить. Мы сознанием называем специфическую и уникальную для нашего вида форму организации психики. Вот то, что есть у человека, это сознание. У других животных не сознание. У других животных сознание с апострофом или сознание номер три. Другая психика, совершенно иная. И в этом смысле, да, оно эволюционировало, и психика других животных эволюционирует. Это то, о чем я говорил. Только вот примерно если наша психика эволюционирует влево, а их психика эволюционирует вправо. У нас есть что-то общее, поскольку у нас есть общий предок. Шимпанзе у нас очень много общего, поскольку мы разделили всего лишь 6,5 миллионов лет назад. Но эволюционировали в разных направлениях, поэтому у них психика тоже, если можно сказать так, топовая. Вот именно их шимпанжачья психика самая высокоразвитая. Если бы шимпанзе смотрел на всех остальных, он бы тоже считал, что они глупые. В конце концов, они быстрее решают многие задачки на наглядно действительное мышление, чем люди. Они меньше заботятся о том, что скажет сосед. Да. И в этом отношении сознание только у нас, у других животных другая психика, тоже высокоразвитая, но иная. Мы сознанием называем только нашу форму. Вот все. Я согласен. Я согласен. Спасибо. Я об этом сейчас говорю, по-моему, в третий или в четвертый раз. Я вам рассказываю тенденцию и ситуацию, которая сложилась в эволюционной психологии. Мы смотрим сверху вниз, мы хотим понять, а вот у животных есть что-то похожее на нас. В конечном счете это тоже полезно, потому что сравнивая таким образом, мы можем понять, а что в нас, в людях, совершенно специфического. Почему не с деревьями спасибо большое за лекцию? Если можно, два вопроса. Первое, почти в самом начале вы упомянули о том, что при стаяной охоте волки действуют эгоистически. Это довольно парадоксально звучит. То есть, там уже очень сложный процесс, надо понять, сколько надо, чтобы загнать лося. Вдвоем за лосями не погнаться бессмысленно. Если он действует столь эгоистически, как у них получается столь ловкая охота? То есть, какие эксперименты, возможно, проводились? То есть, на основании чего такой вывод сделан? И второе, немножко в сторону, как вы относитесь к тому, что, ну, понятно, это не массовая вещь, к попыткам именно дать животным права на основании того, что их сознание, близкое сознание человека. Вы об этом много говорили, вот, может, применительно к этому прокомментировать. Эксперимент по поводу волков и гиен, они проводили. Ситуация как раз, когда две особи охотятся, они точно так же могут разделять в кавычках труд между собой, когда даже если это самка и самец, волка, то один гонит, другой движется наперерез, другое дело, что это может быть не лось. Вопрос в том, учитывают ли они численность, неизвестно. Вот это как раз вопрос. Во всяком случае, мне неизвестны эксперименты, которые точно показывали, что они могут в своей совместной деятельности учитывать намерения других особей и договариваться. Чаще всего у них даже есть инсинкт, у них вот заточка под это очень мощная, когда они воют, они фактически становятся единой душой, можно сказать так. Я могу здесь порекомендовать, почитать работы Бадридзе, вот это этолог, по-моему, он этолог, который прямо с волками жил в течение года, и у него очень много интересных данных на этот счет. Но здесь, правда, бывает ситуация, когда человек очарован тем видом, который он изучает, иногда искажает это. Но мне, во всяком случае, неизвестны эксперименты, которые бы это показывали. Здесь все объясняется инстинктивно. А, про права, да. Знаете, как я обычно говорю, мне всегда парадоксальным кажется выражение «гуманное отношение к животным». Гуманное от слова «хьюман». К животным не надо относиться как к людям. Ну, в том смысле, что к животным надо относиться как к животным. И то, что хорошо для меня, для шимпанзе смерть. Да, и в этом отношении это тоже некоторый антропоцентризм. Животным не надо давать такие права, как человеку. Другое дело, что, да, это вот то, на чем сконцентрирована современная биоэтика. Вопрос такой, да, как классическая этика рассуждает, что не делай другому того, чего бы не хотел себе. А биоэтика рассуждает, а достаточно ли другие эти другие, чтобы я делал им то, что хочу себе. Почувствуйте. То есть, ну, не нужны животным те же права что и человеку. Это вот забавный случай, когда шимпанзе хотели дать эксклюзивные права, хотели их освободить из экспериментальных лабораторий, чуть ли там не право голоса дать. Это очень сомнительно. Другое дело, ограничиваем ли мы их, когда содержим в вольерах, вот это трудно. Но во всяком случае, да, что такое критерий удовольствия? Здесь вопрос о чувствах, это уже очень сложный вопрос. Мы точно знаем, что человекообразные обезьяны в неволе живут дольше, меньше болеют, по всем показателям у них жизнедеятельность лучше, но вопрос, счастливы ли они? Я не знаю. Возможно, да, тогда стоит отказаться от любых экспериментов на животных, не только там в виде вивисекции, введения каких-то химических препаратов, но и в принципе любых. Но правда, тогда мы очень сильно ограничиваем свое познание. Тут, понимаете, всегда восхищаюсь наукой начала 20 века, потому что тогда вот этой биоэтики не было, и можно было вживлять кому угодно и что угодно, и резать как угодно. Но это не в том смысле, что я это люблю делать, а в том смысле, что познание было очень хорошо осуществимо. Сейчас у нас есть границы, и, знаете, интересно бывает, что вот у меня коллеги так проводят какой-то эксперимент, получают данные, и по условиям эксперимента, допустим, животные помещают в маленькие контейнеры, и они хотят опубликовать статью, им говорят, ребят, классные данные, никогда не опубликуем. Животные мучились. Да, слишком маленький контейнер, животное страдало, данные интересные, но мы не можем, потому что не соблюдены требования биоэтики. Я не знаю. То есть, тут палка в двух концах. Либо мы соблюдаем права, действительно, не в человеческом понимании, а вот в биологическом, биоэтическом, права животных, но тогда мы мало чего знаем о мире. Либо мы внедряемся и вмешиваемся, и тогда, да, животные не очень счастливы, но мы знаем больше. Я думаю, так. Здравствуйте. Я хотела, во-первых, поблагодарить за лекцию, потому что это было, наверное, так интересно, и у меня два вопроса. Первый вопрос. Одентичны ли сознания людей, живших в дихо в природе, ну и вырученных, соответственно, животным, сознанию обычных людей? И второй вопрос. Существует ли вообще альтруизм? Альтруизм? Альтруизм. Неидентична. Сознание, ну психика, я даже не сказал бы сознание, психика людей, которые выросли в обществе животных, неидентична психике человека, потому что они не усваивают язык, у них не возникает вот эта классическая модель психического, волевого контроля. Это так называемые дети Маугли. Таких феноменов описано очень много, даже там на телевидении множество сюжетов на эту тему снято. В этом смысле получается, это важный момент, который вы затронули, я об этом, кстати, на лекции-то не сказал. Получается, что у нас есть генетический механизм усвоения сознания, усвоения языка, но оно не является неврожденным, ненаследуемым, мы его приобретаем. И, соответственно, если человек не попадает в среду социума, а генетически за нас заложен только вот этот самый механизм импрентирования, усвоения средств, коммуникации и понимания других особей и так далее. Если ребенок попадает в общество павианов, он становится хорошим павианом, он становится вожаком павианьего стада, возможно, но он уже не человек, и у него нет сознания. Психика будет павианья в значительной степени и сознания вот в таком понимании нет. Второй вопрос, напомните. Существует вообще альтруизм в принципе у людей? А что понимать под альтруизмом? Альтруизм это привнесение в жертву своих сиюминутных выгод ради выгоды другого существа? Я призываю то, что в любом случае любые действия, которые мы делаем на благо других людей, мы делаем то же время на благо себе. Опять же, чтобы обвести репутацию, чтобы обвести свою самооценку. И в любом случае можно ли называть наши действия абсолютно альтруистическими? Абсолютно альтруистическими можно только в том случае, наверное, если вот как раз это называется широта охвата, широта сознания достаточно велика. То есть, если я действую в узких рамках, да, вот как на этой картинке, где она у меня была показана, это было дальше, да, когда у нас узкие рамки, когда я мыслю только здесь и теперь, то я никогда не буду помогать своим коллегам по работе. Он просит меня помочь ему выполнить какой-то проект, который вообще со мной никак не связан, и мне плевать на это дело, у меня есть дела поважнее. Но если моя психика расширяется, то я понимаю, что, наверное, когда-то этот коллега сможет помочь мне, или он когда-то раньше мне помогал. И поэтому то, что я сейчас ему помогаю, это выгодно мне в перспективе, потому что это проведет какие-то дивиденды. В конечном счете, если сознание достаточно мощное, то получается вам выгодно помогать в той или иной мере любому живому существу, но мы тогда здесь упираемся в этические дилеммы знаменитые, о которых говорил Кант. Например, допустимо ли лгать? Полагалось, что невозможно. И что даже когда вы спасаете одного человека, вы идете против императива. Вопрос вот в этом. Получается, что альтруизм совершается в том случае, если вы осознаете положительные последствия, но вы, как член общества, не можете быть счастливы, если общество неблагополучное. Поэтому в данный момент, когда я сейчас делаю себе некомфортно, а делаю обществу пользу, то потом это мне вернется. Или вернется моим близким, моим родственникам, которые тоже как бы я, и в которых есть часть моих генов, и возможно не сейчас, а возможно в далеком будущем. Это осознанность. Вот что мы имеем в виду. Тогда получается безотверженная помощь в принципе невозможна. Какая помощь? Безотверженная. Задержанная помощь? Безотверженная. А, безответная? Я понял. Безвозмездная. Я понял, безвозмездная. Я думаю, что возможно. И здесь как раз я могу привести классический пример альтруизма, но он правда будет инстинктивного порядка. Маленькие дети. Вот я уронил какой-то объект на пол и вот так вот тянусь к нему. Маленький ребенок видит это. Ну что он делает? Он подползает, может если еще ходить не умеет. Или подходит и протягивает мне. На, ты потерял. Он за это ничего не получит. Он еще не способен оценить и осмыслить это, но он помогает. Когда вы идете по улице и видите, как у человека из кармана вываливается бумажник, первый ваш импульс будет ориентирован на то, чтобы вернуть его или окликнуть его. Вы не осознаете еще. Это получается, что механизм альтруистический, если угодно уж так говорить, он в значительной степени зашит в инстинктивных компонентах нашего поведения. Но природа совсем другая. Потому что иногда бывает наоборот, что сознание ведет нас к не альтруистическому поведению. Потому что я оглядываюсь вокруг, смотрю, никого нет, камер нет, не буду я его окликать. Оставлю себе. Получается, поступок сознательный, но совсем не альтруистический. Я думаю, что альтруизм и сознание просто необязательно связаны. Вот и все. Альтруизм